всем приветики показываю с нетерпением сейчас я очки надену что у меня получилось так ой парк пардон вот это вот горчица простая горчица без всяких названий так а вот это вот вот этот сарисепская горчица сейчас малыш видите какая получилась он она вся проросла тут я вам скажу она очень острая прямо очень так это прошло и на воскресенье и посадила и вот она такая ведь их ковром а это типа но его надо полить а это типа у нас редис вот каждый вечер его поливаем вот он подсох чуть-чуть даже немножко упал по вкусу редис редис горчица по вкусу прямо горчица горчица но она очень острая особенно вот это сейчас айчик сейчас ну вот я думаю это и все сейчас вот ее написано 70 дней ну смысл ее томить 70 дней и можно уже употреблять тут ее уже не прольешь далее просто ножницами срежу и все и можно кушать вот такая вот штука получилось попробую высадить на бумажное полотенце но что-то с сомнениями меня берут что она получится эти видимо сегодня упали солнце здесь было вот она моя сидит ведь сидит прямо вот 7 сидит не знаю что с ней будет так базилик тоже надо полить а это прямо в рост пошло прямо в рост так что все хорошо так а этот парень ну что что отец тебя не кормил до оставил тебя мне ой марк марк вот так мы едим видите пол пачки выбрасываю вот такой у нас едок да на ешь так я с магазин зашла сегодня яйца я обнаружила по 93 59 10 процентов скидка в связи с чем никто не знает это пятеро так магазине ярче я взяла что она 85 рублей что ли стоит по 138 рублей за килограмм это вытянула где-то грамм на 500 это я захотела доширак да иногда я не балуюсь очень уж хочется мне вспомнить этот вкус но хлеба как всегда так то у нас еще тут есть сила вот такой урбич так ну фокусируйся но не позорь меня ну в чем дело не хочет ну вот как как мне вам показать что с чем ладно я так прочитаю так полезные свойства мякоти кокоса полезно для сердца на размолизует холестерин предотвращает атеросклероз стимулирует деятельность кишечника уменьшает привыканимость к антибиотикам поддерживает баланс жидкости в организме хорошие антибактериальное и мочегонное средство стоит сто девятнадцать рублей за сколько грамм не даже не знаю сколько грамм сколько здесь грамм урбич из кокоса 230 грамм вот такой урбич но это я не знала что есть по акции куриные яйца в пятере взяла в ярче 87 рублей что и вот такой вот надо попробовать урбич наверно вкусная штука из мякоти кокоса так давайте попробуем урбич такой иди какая штука узны вот магазин ярче кто у нас красноярске очень хорошая штука происходит вкусно очень надо будет все купить вообще давайте покажу вот такие прямо острые острые вот единственное что у них плохо вот надо будет у нас происходит травка травка земля ну и вот как-то редис он какой-то редкий я не знаю почему так получился этот прямо вот ковриком этот редкий да прямо вот редиска редиска неплохо такая пришла с работы я не хочу ничего готовить я сделаю большой драник наибольшущий драник так мне нужно еще немножко сыра так немножко сыра буквально на одного человечка ну можно и больше кому как нравится я делаю это все натоплено маски растопим сковородку возьмем нашу волшебную рукоятку все сыр говорю масло растопится и будем жарить огромный драник еще немножко я с некоторых пор перестала покупать растительное масло как-то вот перешла на это и хочу попробовать сделать масло ки ну для этого нужно купить просто обыкновенное масло так ну что у нас что шкварчит одна проблема мне нужно как-то перевернуть это все хозяйство не сломав всю эту конструкцию ну и чтобы она прожарилась само собой жарим жарим все перевернула перевернуть без проблем не получилось порвала мы да ладно я думаю это не повлияет убираем на мелкий огонь так ну что тут у нас конечно бардак куда без него все можно почистить помыть и и и и что у нас еще так и свежие помидоры конечно же с маслом не оставался немножко огурчика я просто люблю помидоры все такой будет нынче ужин и посыпаем все это хозяйство сыром под крышку и ждем подбирая слюнки вот такой вот ужин у меня сегодня получился картофельная лепешка я называю большой драник помидоры и микрозелень горчица сарепская всем приятного аппетита вот смотрите в мариуполе что творится то гранатомет и обстрел идет довольно тяжелая обстановка вот как выглядит больница изнутри разбито все стрельба кажется отовсюду единственное что более или менее целое это добротный подвал откуда их поднимают в эвакуацию буквально на руках четыре дня назад пять дней назад начали военные украинские которые вроде защищают нас эти скопты как они назвали вот смотрите что творится и не говорите что это фейк но это для тех кто пишет мне в комментарии что русские пришли убивать насиловать что творит армия украины человек вышел на улицу ему ногу оторвало вот как вот как я думаю без комментариев здесь боже мой вот на бтрах даже вывозят потому как на чем-то таком гражданском уже не вывезти по всей по всей россии поддерживают наших солдат так что кишка у останка дорогие мои как говорит татьяна мантян дорогие мои кастрюли а в хабаровске как цели своих небезописных которые заключены на расправу признали подлинным уже и на западе об этом сегодня пишет нью-йорк-таймс впрочем никакого резонанса эта статья не вызвала политики США и Европы молчат украинскую версию трагедии в буче в которой Киев обвиняет Россию некоторые западные эксперты тоже ставят под сомнением американский военный аналитик Скотта Риктер который в свое время был инспектором прион во вооружении в Ираке провел собственное расследование которому рассказал в ходе специального вебинара он отметил что жители города не имели проблем с российскими военнослужащими именно поэтому украинские силовики отнеслись к горожанам как предателям аналитик считает что киевские подразделения целенаправленность вот это буча вот американцы пожалуйста просто убили просто убили не на какие факты сделанные штаты расширяют военную поддержку киевского режима американский сенат одобрил законопроект который депутаты назвали программой лент-лиза цель документа снять все бюрократические препятствия и ускорить доставку оружия на Украину свой план разрабатывает Британия как пишет Таймс теперь Луна готов помочь украинским националистам броневиками но на канале украинский кризис целый день обсуждали в НАТО как выяснила Нью-Йорк Таймс среди членов альянса возникли серьезные разногласия вот Германия уже переобулась в воздухе долго ждать не пришлось ну а тут наших военнопленных не отдают видимо там нечего уже отдавать либо люди настолько изуродованные не знаю избитые издевательствами что просто уже там наверно дабы не рахами это вообще какой-то диджей четко сформулировали где его взяли в общем знаете у меня такое мнение их родила мать или волчица что за кровожадность что за кровожадность боже мой дай бог здоровья вот нашему лаврову не бензи ну и нашему президенту конечно живите долго и избавьте нас от этого кошмара то президент